Вести ФМ Вести ФМ Первые о главном Что в течение ближайших 49 почти минут Можно сюда присылать свои Комментарии, свои вопросы Дмитрию Дробницкому с помощью Ватсапа и Вайбера Пишите 8903-170-63-63 Плюс 7903-176-363 Самые интересные сообщения Теперь у нас есть такая Возможность, можно выводить и на экран Если вы смотрите Наш канал в В интернете Скажу так Дмитрий, давайте начнем Вот с чего Вчера с Алексеем Масловым Я уже начал пытать его По поводу визита Джент Йеллин в Китай Но при этом Конечно же С китайской стороны Взгляд и в общем Это совершенно оправданно Вот если с американской стороны посмотреть На этот самый визит Был ли он успешен С американской точки зрения Потому что она с одной стороны говорила Что нет, не оторвать нельзя Мы так взаимозависим И так все прекрасно С другой стороны Она говорила Столько угроз Ну да, это действительно Действительно Как бы так Тут надо сказать Что у американской стороны Задача крайне сложная Я бы сказал Невыполнимая В данной ситуации Более того Несмотря на то Что там на предыдущую И там возможно будущую Так сказать Республиканскую администрацию Значит Сыпались обвинения В том Что вот он Он-то как раз И начал торговую войну С Китаем Мы кстати Подробную здесь Прям с цифрами Как бы раскладывали Вот эти вот Таможенные пошлины И все прочее Но На деле Вот эта формула Байдена Конкурировать Без конфликта Она Совершенно очевидно Нереализуема Никоим образом Я объясню почему Эту формулу По-разному Объясняли Разные представители Вашингтонской администрации Вот Но уж Вот тот человек Который более-менее Формулирует Какие-то Так сказать Я не знаю Концептуальные вещи В Белом доме Советник по национальной безопасности Джейк Салливан Он сказал так Что в общем Во всем остальном Мы готовы быть Достаточно прозрачны Как бы Друг для друга Но вот За исключением Сферы высоких технологий Вот здесь Для Китая Как бы Будет недоступное место Он сказал Что оно будет маленькое Но вокруг него будет Очень высокий стен И мы Как бы Не позволим Китаю Получить доступ К нашим технологиям Каким-то Каким-то Их А вот теперь Что такое Их технологии Их технологии Это точно так же Как мир построенный На правилах Это вообще Как бы Все технологии в мире Это как бы Их Если вы Поговорите с любым Ну Там понятно Мейнстримным Каким-нибудь Аналитиком Американским Экспертом Он вам скажет Одну простую вещь Что вообще-то Конечно Все технологии в мире Они западные А значит Американские Ну потому что США Лидер единого запада Президент США Лидер свободного мира Вот это все Поэтому Никаких других Технологий Нет Вот если Там просто Допустим Анализировать Что говорят О той или иной Технологии Просто даже Отдельно Вы увидите Что атомные Секреты Несомненно Всеми украдены У США Ну вот Все Какие-то еще Там вещи Все это Украдено Более того Вот это Самое По-моему Уже просто Им самим Непонятно Куда запихивать Вот эту Формулировку О том Что из импортных Стиральных машин И микроволновок Русские Выковыривают Чипы Чтобы поставить В ракеты Это ведь Следствие Того же Самого взгляда На жизнь То есть На самом деле Но это идет Не от того Что пропагандистам Надо что-то Говорить Это как бы Способ мышления Который Складывался Примерно С 80-х Годов Вот И С тех пор Скложилась такая Вещь Что на самом деле Технологии Это США Все остальные То что делают Ну значит Украли Ну значит Украли И поэтому Ну как-то Вот все технологии А тайваньцы Как в этом смысле Тайваньцы Подождите секундочку Это очень важная вещь Тайвань Это союзник Соединенных Штатов Они не называют Его государством Пока еще И так далее Ну видимо И не успеют Уже назвать государством Но Понимаете Все знают Что Тайвань Семикондуктор Манюфектуринг Компани Вот это тот самый А это вообще Американская компания Более того Ее сейчас Это как бы Такая вещь Которую отдельно Там надо обсуждать Ее перевозят Частично в Аризону Частично Соответственно В другие места Частично в Японию То есть фактически Это была довольно Большая новость Ее надо перепроверять Потому что Известные сложности Были С местными инженерами Которые там давно Работают Которые тоже все равно Нужны Но ее раздербание Будет на части И вывозят И в общем Если вы Как бы Находитесь в сфере Влияния Соединенных Штатов Как бы То да Как бы Вы фактически Вам скажут Это наше Ну вот С нашим БМВ А ну чье Вот как-то Чье БМВ Мне неинтересно Кому сейчас акции Принадлежат Да чья это технология Ну вот очень долго Можно на самом деле Здесь рассуждать Если вы специалист По Там я не знаю Там Истории автомобилестроения К примеру Там очень много Интересных всяких вещей Можно найти Наверное Да Но с точки зрения Политической Это вопрос простой Если вы можете Это взять То это американское И должно принадлежать Соединенным Штатам Америки При этом Как правило Тут нет Особого разночтения Между вот такими Либерал-глобалистами И такими вот как бы Трампистами Вот ну нету Такой особого разночтения Но на самом деле Более-менее Они все в одни и те же Как бы Школы ходили Вузы там Впитывали Одну и ту же информацию Информация Значит Технология Это принадлежит Соединенным Штатам Поэтому Если у Китая Есть технология Значит она досталась От Соединенных Штатов Либо праведным путем А это технология Для производства Шмоток Детских игрушек Товаров Шурпотреба И всего прочего Для сборки айфонов И то не очень хорошо Мало ли что Украдут А если у них есть Высокая технология Значит она украдена Вот как бы Вот как бы Вот как бы и все Поэтому Значит Все технологии Американские Стало быть Китай Где допустить Технологиям нельзя Исходя из этой логики Понятна одна простая вещь Что Китаю Не дают доступ Ни к каким технологиям Ни к каким образом Более того Если они каким-то образом Разрабатывают это Внутри у себя Это все время ищут Как бы перекрыть Доступ к материалам Еще к чему-нибудь То есть сделать так Чтобы поставить предел Технологическому развитию Китая И вот это сдерживание Технологического развития Она как раз рассматривается Китаем Как наибольшая проблема При этом При всем Что там На мой взгляд Вот Исходя из того Что было опубликовано В китайской прессе Ну конечно Китай Хотел понять А что с американскими деньгами Ну вот как бы Когда это все Ну Я скажу мягче Сколько это все Посуществует Ну реально Вот там Джанет Ну будь так добра Ну скажи честно Да Вот При этом для Соединенных Штатов Как бы тоже Общая стабильность ясна И примерно Те же вопросы Наверное задавались Китайским коллегам Потому что она была Там в Гуанчжоу Там встречалась Много с кем Там и так далее Ее там и премьер принял Вице-премьер Который отвечает За финансовые Так сказать Там вопросы И так далее Но в общем Для нее это тоже понятно Будет ли Китай Резко рвать Как бы вот С долларовой системой Или нет Для всех Это очень Как бы такая Важная вещь И я обращу внимание Что вот На самом деле Вот последнее время Просто зачастили Там различного рода Экономические И всякие прочие Министры туда Причем При том Что Китай Постоянно Обкладывает Прямыми санкциями То есть ограничениями На покупку вещей Которые им нужны Или доступ К каким-то там Технологиям Дискриминационные санкции Вот то что Называется Да Как бы в международном Дискриминационные Ограничения точнее Да Ну вот Либо вторичными Ну то есть Вы вот с этими Не торгуете Ну вы же И мы же независимые С кем угодно Можем торговать Да это ради бога Только тогда Мы на вас наложим санкции Ну и понятно Что Опять же Все это Вот возможность Накладывать На кого бы то ни было Санкции Она связана с тем Что весь мир живет на долларе Значит еще раз Чуть-чуть поддавили Потом съездили в Китай И спросили Значит А вы с долларом Пока не будете рвать Не надо Не надо Ну что Ну мы же как бы Хорошо вдвоем живем Ну вот Вот примерно Вот эти вот сестричи Они вот Так как-то и происходят Вот И понятно Что неприятности Будут происходить Так сказать И нарастать Я бы сказал До тех пор Пока Действительно Значительная часть мира От этой системы Не отойдет Потому что У Соединенных Штатов Во-первых Вот у глобальных Там Пакс Американо То что мы называем У национального государства Которое Кстати говоря Тоже там Для Джанет Йеллен Там Большая часть территории Соединенных Штатов Это неинтересно Она кстати Об этом даже Проговаривала В свое время Когда еще была В ФС Ну вот Но Ситуация будет Ухудшаться Во-первых Из-за того Что эта система Все-таки У нее Срок годности Закончился И это сейчас Как бы Продлевают его Вот С одной А с другой С другой стороны Нет никакого Другого Способа Замедлить Падение Так сказать Уровня Своего влияния В мире А соответственно И уровня Ну скажем так Уровня своего Статуса Да Как бы В мире Кроме как При помощи Применения санкций Каких бы то ни было Ограничений Потому что если бы Соединенные Штаты Отказались от применения Ограничений Ну Их и так-то Никто не слушает Ну а тут Вообще Беда Да Поэтому Вся эта ситуация Будет только Ухудшаться Понятно что Чьи экономики Соединенными Штатами Так сказать Напрямую Были связаны Не очень И имели Как бы Некий ресурс Там внутреннего рынка Там переориентирование Попытки Как бы Искать другие пути Тем полегче Китайцам в этом смысле Очень тяжело У них на руках Огромная экономика Огромное население Которое завязано На долларовый экспорт И ничего Ты с этим не сделаешь Вот Они конечно Проводят там Невероятные усилия С целью Распространить юань Что кстати Тоже плохо Вот обратите внимание С точки зрения Соединенных Штатов Это тоже плохо Так нельзя Ну нельзя То есть вот Условно говоря Выпускать Ежегодно Там сотни Миллиардов долларов Как минимум Да Новых Никому ничего не говоря Против кстати Тех же самых Братонгутских соглашений Которые они Подписали И ямайских соглашений Которые они Подписали Это нормально Это белые хозяева Делают А вот Держать там Курс юаня Такое которое нужно Для развития Как бы экономики Не Это валютные манипуляции Вы что Так Так нельзя Нарастить долг Которого никогда Не отдадите Это ответственное Финансовое поведение А производить товаров Столько И по таким ценам Которые оказывают Непропорциональное Это я цитирую Елен сейчас Непропорциональное давление На другие рынки Это безответственное Экономическое И финансовое поведение Ну и с этим Ты ничего не сделаешь Все попытки Китайцев Которые мы прекрасно Понимаем Потому что у них Огромная Еще раз Экономика Огромные Золотовалютные Резервы И огромная Экспортная Зависимость Мы прекрасно Понимаем Все проблемы Китайских товарищей Но ничего Вы не сделаете С этим Вас либо Заставят Разориться То есть До того уровня Из которого Вы только что Вылезли Либо вы с ними Порвете Ничего из этого Не выйдет Более того В свете того Что я сейчас Сказал В свете того Как развивается Ситуация Я все меньше Верю В рассказ О том Что якобы Обама Предлагал Китаю Вот эту Большую двойку G2 И якобы Китай отказался Потому что Ну по хорошему Если только Эта большая двойка Не сводилась К тому Что Ребят Не развивайте Высокотехнологичный Сектор И с вами Все будет Хорошо Мы выставим Вам штакетник Внутри этой двойки Вот Да Но это Совсем Небольшая двойка И понятно Что Ситуация С тем Другая Ясно Что У китайцев Уже тогда Был Достаточный Опыт И знания Для того Чтобы понимать Что вся эта система Все равно Рано или поздно От тебя Пьется отказываться Поэтому Вот Ну такая Динамика Она так можно было Назвать В очередной раз Ее диалектикой Но в общем В общем и целом Все это конечно Обречено на то Чтобы Другое дело Что есть Определенного рода Временные Там Реперные точки Вот Для Китая Это там Тридцатый год Скорее всего Вот И это довольно далеко И скорее всего Как бы Недостижимо Потому что Время очень быстро Сейчас идет Для Соединенных Штатов Это все близко Это вот Ноябрь 2024 года Вот А я бы даже сказал С ноября 2024 года По конец Января 2025 года Вот То есть С какой Я бы так сказал И с какой интенсивностью Начнется гражданская война Вяло текущая Бурно Так сказать Сразу развивающаяся Или так далее Ну вот Поэтому для них Вот эта вот Ситуация Конечно Серьезная Резкие телодвижения Да Они как бы Никому не Никому не нравятся Но Я всегда как бы Исходил из того Что если что-то неизбежно То лучше делать самому И постепенно И контролируем Ниже тянуть до последнего Пока это как бы Не рухнет Вот Ну Ничего с этим не сделаешь Вот Поэтому Поэтому тут Вот Вот такая вот вещь Ну и многие люди могут возразить Что как бы На самом деле Что это и не так Ну такая вот методология Тем временем Вот эта любопытная тоже вещь Ну Еще один такой момент Да Это как бы США-Китай Да Вот как бы Вон смотрите Как бы США-Зеленский Я так это как бы скажу Вот Тут Зеленский решил все-таки Что ему следует Ну Вряд ли он сам конечно это решил Но во всяком случае Было решено Что Зеленский должен Нести свой вклад Существенный В борьбу С Дональдом Фредовичем Трампом Известно Что Вашингтон-Пост Так сказать Сначала сделала Первый заход Опубликовала Якобы инсайт Из штаба Трампа Что Трамп считает Что можно Прекратить конфликт На Украине Если Украина Уступит территории Вот Причем назывался Крым и Донбасс Судя по терминологии Это явно Журналистки Слепленная вещь Потому что Если бы это шло От Действительно От источников Там почти наверняка Что-то было Другими словами Сказано Потому что Крым и Донбасс Вот как бы Ну это то что Говорится в прессе То что говорят Внутри себя Американские политические Круги Она как бы Более точно Географические Я бы так сказал Более того Так сказать Донбасс Как бы Такой термин Уже не употребляется Там по-другому Немножко Но Был первый ход Вашингтон Пост говорит Что Трамп Решил вот так сделать Причем четко назвали Что отдать нужно Вот значит А потом Значит Приехали Несколько изданий Есть такая Эксель Спрингер Медиа Отлетс Такая группа Которую Мы лучше все знаем По изданию Политику Вот принадлежит Это издание Ну вот Естественно Что приехали К Зеленскому Брать интервью Ну и тут Зеленский Значит соответственно Развернулся Вот Он назвал Идеи Трампа Очень примитивными Вот А дальше Начал значит Соответственно Гнать на Американский Право Консервативный Политикум Я вот Немножечко За Что называется Цитату приведу Это о русской пропаганде И о русских Значит У них есть Своё лобби Повсюду В Соединенных Штатах В странах ЕС В Великобритании В Латинской Америке В Африке Когда мы говорим О Конгрессе Вы замечаете Как они работают С сообществом Соединенных Штатах Они распространяют Свои нарративы Через СМИ И это не граждане России Или уроженцы России Нет Это представители Определенных медиагрупп Граждане Соединенных Штатов Именно они Выступают В средствах массовой информации Соответствующими Сообщениями Иногда Очень Значит Пророссийскими Ну вот Вот так вот Причем Понятно Что Если бы Условно говоря Это прозвучало Ну не знаю Там недели три Там назад То Так более-менее Понятно Что Можно было Принять это За некие слова Раздраженного человека Да Ну как бы Говорят там Всякие вещи Направленные против Украины Республиканцы в Конгрессе Ну вот он Раздражен Такое говорит Вот Но на деле Это ровное повторение Как бы Всех антитрамповских слов Которые говорят Собственно Соединенных Штатов В том числе В Конгрессе Не ну Зеленского Тоже можно понять Он же не может обвинять Ну бесконечно Обвинять американцев За то Что они там Снизили градус помощи И все это висит на волоске Поэтому надо Кого-нибудь так обвинить Чтобы сами Настоящие американцы Не были задеты Хотя бы Не обиделись Да нет Ну в данном случае Это же очевидная вещь Что назвав Идеи Трампа Примитивными И соответственно Сказав что это На самом деле Никакие не русские А это вот Непосредственно ваши В Конгрессе ребята говорят Ну опять Сейчас я покажу Что это сказано С чужих слов Но На деле Говоря так Он оскорбляет Ровно пол Америки Причем Ну так вот Ну просто То есть Иными словами Я в вашей политической борьбе Нахожусь на стороне Одной политической силы Значит Он как-то при этом Рассчитывает Что это настолько важно Что это не будет сочтено За вмешательство Во внутренние Видите Не было сочтено Его никто в этом не обвинил И корреспондентов Не обвинили Во вмешательстве И попытка В Так сказать Воспользоваться Внешним вмешательством Выбора Это вмешательство В Соединенные выборы Соединенных Штатов То что они всегда Очень сильно боятся Ну я не знаю Среагируют ли так На это дело Республиканцы Но это так и есть У вас в стране Есть одна партия Вокруг одного человека Который настроен Очень пророссийский Вот собственно И все В этом вся проблема Это как бы вот люди Которые лоббируют Интересы русских И в этом вся проблема И это люди примитивные Не дай бог Они еще к власти придут Ну человеку сказали Надо поучаствовать Я просто вот что могу сказать Что тут был такой Конгрессмен Майк Тернер Вот И Майкл Маккол Они оба республиканцы Такие антитрамповские Последние по-моему Которые остались Я просто их тогда процитирую Успею К сожалению Русская пропаганда Проникла в Соединенные Штаты И заразила значительную часть Электората нашей партии Но видим Что Россия пытается Продвигать сообщения И нарративы Которые являются Антиукраинскими И пророссийскими Некоторые подобные высказания Мы даже слышим В палате представителей Сегодня есть члены Конгресса Которые все еще Неправильно говорят Что этот конфликт Между Россией и Украиной Связан с НАТО Хотя конечно это не так Ну и так далее Сейчас По мере распространения Пропаганды Нам становится все труднее Воспринимать происходящее Как борьбу авторитаризму Против демократии Чем она является На самом деле Президент Китая Си Сам Владимир Путин Определил это как таковое Лучше сказано Заметьте Все таки Стиль-то поинтереснее Дмитрий Дробницкий с нами После рекламы новостей Продолжим Американские горки С Дмитрием Дробницким